Привет! И сегодня я хотел бы рассказать про петличные беспроводные вокальные микрофоны от компании X-TUGA. Заказывал я их на Алиэкспресс с версии 4 петличных вокальных микрофона. Есть также версии с двумя петличными и с двумя ручными микрофонами. Пришло мне это все за три недели. Вот в такой коробке внутри. Вот такой красивый кейс. Выглядит красиво, но после первого вскрытия на почте он начал царапаться. Качество на взгляд хорошее. Итак, что же внутри? Инструкция. База с четырьмя антеннами и четырьмя выходами XLR. Моно-джек и питание. Мне пришла версия обновленная. В старой версии всего лишь две антенны. Так что не перепутайте. Четыре петличных головных микрофона. Как-то сделано странно. Сидит не очень удобно. Капсюль такой же, как на всех микрофонах. Стандартная. Их тут четыре штуки. Также идет четыре вот таких вот петли. Лично я их буду использовать для записи интервью. Кстати, удобно здесь не джек, а мини-XLR. Их тоже тут четыре штуки. Кстати, прищепки металлические, что не может не радовать. Четыре вот таких вот передатчика. Блок питания. Тринадцать с половиной вольт, один ампер. Четыре антенны. Кстати, достаточно больших. По 30 сантиметров где-то в размере. С частотой работы 500-600 МГц. Шнур джек-джек. И крепление в стойку. Но они пластмассовые, поэтому непонятно, сколько прослужат. Не уверен в их надежности. На этом все в кейсе. Давайте соберем и подключим базу. Крепление антенн с фиксатором. Вставил батарейки в передатчик. Подключил базу. На каждом передатчике есть экранчик, на котором отображается заряд батареи. И частота, на которой он работает. Кроме рычажка включения передатчика, больше тут ничего нет. Ни гейна, ни каких клавиш для настройки частоты. Но есть инфракрасный датчик для настройки той самой частоты. На этом все. Больше тут рассказать нечего. Передатчик пластиковый. Качество сборки среднее. Больше тут рассказать не о чем. На базе есть 4 экрана под каждый из передатчиков. На котором отображается состояние передатчика. Это замьючен он или нет. Включен или выключен. И заряд аккумулятора. Что не может не радовать. У каждого экрана есть по 3 кнопки. Каждая из которых выполняет по одной из функций. Нижняя позволяет синхронизировать передатчик и базу. Две верхние выбрать гейн. От 0 до 20. Лично я использую 10. Ну это среднее состояние. И как раз рабочее. Кстати, синхронизация по инфракрасному порту происходит моментально. Но на этом все преимущества этих микрофонов заканчиваются. Для сравнения я достал вот такую петлю от компании Shure. Чтобы можно было сравнить комплектацию. Тут идет база без микрофона. Кстати, хочу сказать, Shure в половину дороже, чем вот эти микрофоны. Вазы без антенны. Петличка. Петличка, кстати, обрезиненная. Очень удобно. Да, очень удобно сидит на голове. Намного удобнее, чем эти. Тут тоже мини-XLR. Но он тут свой. Потому что тут с тремя контактами, а тут уже с четырьмя. По центру один добавили. Ветрозащита. Передатчик. Питание. И обзор шнур. Что хочется сказать по поводу Shure. Дальность у него заявлена примерно такая же. База без антенны. Сомневаюсь, что это будет так работать. Что хочется сказать по поводу Shure. Передатчик выполнен из примерно таких же материалов. По весу они одинаковые, но у Shure нет экрана. То есть, заряд батареи мы не узнаем. Есть гейн и две клавиши для выбора канала и группы. На этом все у Shure. Больше рассказать не о чем. Для того, чтобы понять качество звучания микрофонов, я подготовил сравнительный тест. Итак. Подключил базу к пульту. Заряд показывается. Все работает. Сейчас будем проверять. Работоспособность. Монолог о королеве Мапр. Ее проказы. Она родоплимница у фей. А по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне пылина к цугам ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность. Гороба верьмошь, которым снится двор. Я обезоружена. Подводя итог, хочется сказать, что китайцы умеют удивлять. И этот раз не исключение. Найти более бюджетный вариант с теми характеристиками, которые заявлены производителем, просто невозможно. Если вы хотите такие же микрофоны, ссылка в описании. Проанализировав рынок, я пришел к выводу, что дешевле, чем за 30 тысяч, микрофоны с беспроводной синхронизацией и отображением заряда аккумулятора как на базе, так и на передатчике, просто не найти. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, что я сделал так, а что нет. Что вам понравилось и что бы вы хотели видеть. Спасибо за просмотр. Пока.